Субтитры делал DimaTorzok Если в прошлом поединке, как вы видели, у нас было за один удар 5 очков, потому что оружие были тяжелые, то в данном случае оружие легкие и урон, который они наносят, он ниже. То есть 2 очка, другими словами, каждому нужно попасть в противнику 10 раз, не в щит и не в оружие, а именно в противнику, то есть плечи, голова, грудь, ноги, неважно, 10 раз, чтобы выиграть. Приятного просмотра! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мои впечатления от боя? Моё оружие играло против меня плюс его оружие, потому что у него был щит и меч, и он меня мог держать на расстоянии. То есть его преимущество было расстояние, а моим преимуществом был ближний бой в данном случае. Я это преимущество не использовал, поэтому даже несмотря на то, что у меня мастерство было выше, чем у него, я чуть не проиграл. То есть там буквально у нас разница была в 1 очко, я мог запросто проиграть. Если бы он ударил меня раньше, чем я его, то я бы проиграл. То есть это был прям бой на грани поражения. Я был очень близко к тому, чтобы проиграть. Вывод. Оружие, которое более короткое, с ними нужно драться соответственно. То есть с ними невозможно драться на дальнем бою. Если у вас оружие короче, чем у противника, например, у противника рапира, а у вас короткий ятаган или нож, то с таким оружием драться на дальней дистанции это очень глупо будет для вас. Нужно сокращать дистанцию и использовать преимущество своего оружия против противника, а не наоборот. То есть не давать ему сделать это по отношению к себе. Если у противника более длинное оружие, то его преимущество это дальний бой. То есть он может держать вас на дистанции. Допустим, рапира или копье вас можно держать на дистанции. Это его преимущество. Если он не будет его использовать, он будет пытаться копьем драться сблизи, вот в таком вот расстоянии. То он проиграет Ну, по крайней мере, даже если он будет с более высоким мастерством Он будет тратить огромное количество энергии, непонятно на что Потому что это неэффективно для его вида оружия Ну и то же самое здесь Меч и щит, они длиннее, чем двустороннее короткое копье И поэтому двусторонним копьем нужно сближать дистанцию Использовать технику, которая для ближнего боя предназначена То есть удары, которые вот такие вот, ближние или такие То есть различные удары с ближней дистанции Короче, подписывайтесь на канал Дальше будет больше И пишите в комментариях, какие виды оружия вы хотели бы увидеть в следующих роликах